Объявить парламенте в 1994 году, что надо перенести столицу, это было равносильно взорвавшейся бомбой. На меня смотрели как человека сдвинутого по фазе, кругом пенсии не платим, зарплаты не платим учителям, врачам, а он в столицу перенесет. Это миллиарды же, миллиарды, но с очень небольшим перевесом в день своего рождения, как подарок, депутаты проголосовали, сказав, да это будет через 40-50 лет, к тому времени нас не будет, давайте ему сегодня день рождения не будем расстраивать, проголосуем. Вот так проголосовали, через год в 1997 году те депутаты переехали сюда в поездах с шампанским, с гармошкой, как мацелину. В чем идея? Новое молодое государство возникло со всеми катаклизмами, трудностями того времени. Значит, нужно было дать идею, перспективную задачу, огромную, осуществить ее и показать возможности страны. Это первое. Во-вторых, столица государства должна быть в центре страны. В-третьих, это должно быть место, где будет росток экономического развития, новый импульс, который будет собирать все новые силы Казахстана в этом месте. Здесь будет образование, здесь будет культура, здесь будет здравоохранение, здесь будут новые технологии. И здесь вырастет новая интеллигенция, новая элита. Это тоже очень важно было. Надо же было перешагнуть психологию, то есть перевернуть психологию людей. Четвертое, но может быть это первое, главное, учесть стратегические интересы нашей страны. На стыке всех дорожных путей поставить столицу. Кстати, я тогда об этом не знал, но теперь я знаю, что город Астана является географическим точным центром евразийского материка. И сейчас историки говорят, что это слово «Астана» вообще-то звучало на языке гунов «западная столица». И вот в раскопках 40 километров от этого города мы нашли город, который сейчас раскапывается и показываем, что здесь было городище, столица тех древних наших предков. Такое совпадение, наверное, не просто приходят в голову такие мысли. Ну а сегодня что я буду рассказывать? За 10 лет мы построили город, которого ни одно государство мира в 21 веке не строило. Мы единственные, построившие столицу фактически на новом чистом поле. Продолжение следует... Продолжение следует...